Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск информационной программы «Вести Молдова» в студии Алиса Кайряк. Для начала по традиции узнаем об основных итогах сегодняшнего дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В других событиях подробно. Поломанные стены и крыши, разрушенные сиденья и мусор вокруг. Примерно в таком состоянии находится большинство остановок в муниципе Кишинел. И если в центре города конструкции еще выглядят более-менее обихоженными, то ближе к периферии картина меняется. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. На периферии города от большинства остановок остался один лишь каркас. Транспорт тут ходит нечасто и ждать его приходится в солнце, дождь или снег под обвалившейся крышей и за отсутствующими стенами. Дополняют образ разрушившиеся сиденья и мусор. Вот примерно в таких условиях жителям города приходится добираться на работу и домой. На Петриканскую горку ходит один троллейбус номер 29. Студенты аграрного университета и местные жители обычно ожидают его от 15 минут до получаса. Стоят они либо на остановке, либо рядом с тем, что от нее осталось. Как видно, остановка находится в плачевном состоянии. И это очень неудобно для студентов. Особенно зимой и весной, когда идет снег или дождь. Ужасно выглядит. И в таком состоянии она очень давно. Зимой она засыпает снегом, летом, мокнем, подождем. Очень некрасиво. Проблему подняли и муниципальные советники от партии социалистов. По их словам, об устройствах остановок в столице уже 10 лет занимается некая частная компания. Еще в 2007 году мэрия заключила соответствующий контракт с этим предприятием. Согласно документу, компания обязалась построить 310 остановок по всему городу и в течение 10 лет поддерживать их в хорошем состоянии. Взамен компания получила право устанавливать на стенах конструкции рекламу. Причем каждый билборд приносит прибыль от 50 до нескольких сотен евро в месяц. Сейчас контракт с предприятием очень сложно расторгнуть с финансовой точки зрения, говорят социалисты. Каждая из этих остановок стоит от 120 до 180 тысяч леев. То есть, если расторгать договор сегодня, то муниципалитет должен будет оплатить сумму порядка 60 миллионов леев. Учитывая то, что предприятие не соблюдает свои обязанности, мэр должен направить инвестору извещение о том, что тот нарушает контракт, но также попросить о мирном расторжении договора. Глава жилищно-коммунального хозяйства столицы Петр Гонтья отметил в телефонном разговоре с корреспондентом РТР Молдова, что недавно компания отремонтировала 100 остановок, в основном в центре города. На большую фирму нет средств, так как она находится на стадии банкротства. У Дариной Кюртака есть все шансы победить на следующих выборах мэра, поэтому на него и посыпались уголовные дела. К такому выводу пришел его дядя и лидер ЛП Михаил Гимпу. Еще он считает, что либеральная партия подверглась нападкам недоброжелателей только потому, что она унионистская. На пресс-конференции Днепр рассказал и о ближайших планах. Вместе с Дариной Кюртакой, кстати, находящимся под домашним арестом, а также коллегами по партии, он собирается выйти в народ и убедить его бойкотировать референдум по отставке племянника. Лидер ЛП обещает в скором времени новую порцию разоблачений. У вас загружится голова, вне зависимости от того, пили вы уже в этом году или нет, молодое вино, пообещал Михаил Гимпу. Напомним, Дарин Кюртака был задержан сотрудниками Центра антикоррупции по делу о пассивной коррупции в превышении должностных полномочий 25 мая и до сих пор находится под домашним арестом. От темы столичной жизни перейдем к вопросам, важным для всей страны. Промульгировать или нет законы, повторно одобренные парламентом, президент Игорь Дадон пока не решил. По Конституции глава государства обязан это сделать, и в этом случае он видит два выхода. Либо он не промульгирует их, либо оспорит в Конституционном суде. Об этом глава государства рассказал в эфире одной из телепередач на общественном телеканале. Две недели. Именно этот срок главе государства Игорю Дадону отводит Конституция на промульгацию законов, которые он вернул на доработку, а парламент утвердил повторным. Согласно той же Конституции он обязан поставить под них свою подпись. Но сделать это или нет Игорь Дадон еще не решил. В этой ситуации он видит два выхода. Есть два решения. Или президент берет на себя риск не промульгировать эти законы с вытекающими последствиями, или подписывает их, будучи несогласным, и оспаривает в Конституционном суде на том основании, что они неконституционные. Заявил глава государства. Что же касается назначения министра обороны, то здесь ситуация другая. Конституция не обязывает президента принять повторно выдвинутую кандидатуру правительства. Любая попытка заставить меня посредством Конституционного суда и парламента приведет к тому, что легитимность министра обороны будет низкой, его не признают. Толкование Конституционного суда не имеет конституционного эффекта, пока эта норма не включена в Конституцию. Пояснил Игорь Дадон. Еще глава государства подчеркнул, что в связи с блокировкой его решений он будет добиваться расширения полномочий президента и перехода к президентской форме правления. Соответствующие поправки в Конституцию, по его мнению, можно будет внести в следующем году после парламентских выборов. Экстраординарный случай. Спецкоры российской газеты «Комсомольская правда» известного журналиста Дарью Асламову не пустили на территорию Молдовы. Произошло это накануне вечером. Дарья Асламова направлялась в нашу страну для интервью с главой государства. Игорь Дадон выразил свое возмущение случившимся и пообещал разобраться. Российских журналистов опять не пустили в Молдову. На сей раз скандал произошел со спецкором газеты «Комсомольская правда» Дарьей Асламовой. Известная журналистка направлялась в столицу Молдовы, чтобы взять интервью у президента Игоря Дадона. Однако ей это не удалось. О том, как ее выдворяли из Молдовы, она рассказала по телефону своим коллегам из «Комсомольской правды». Своего возмущения случившимся выразил и президент Молдовы Игорь Дадон. Возмущен недопущением в страну корреспондента «Комсомольской правды» Дарьей Асламовой. Этот очередной антироссийский димаш правительства Молдовы, как это уже бывало не раз, организован специально в преддверии моей рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, который пройдет 11 октября в Сочи, с целью испортить атмосферу этой встречи и помешать молно-российскому диалогу. Написал Игорь Дадон на своей странице в соцсети. При этом глава государства пообещал разобраться с ситуацией и заявил, что интервью состоится в любом случае здесь или в Москве. В пограничной полиции Международного аэропорта Кишинео корреспонденту телеканала РТР «Молдова» инцидент со Сламовой объяснили тем, что она утаила истинную причину своего визита. Это уже не первый случай, когда российским журналистам был запрещен въезд на территорию Молдовы. Только за последнее время в нашу страну не пустили главного редактора еженедельника «Российские вести» Дмитрия Ермолаева и главного редактора еженедельника «Аргументы и факты» Игоря Черняка. Партия коммунистов и партия социалистов выступили с заявлением по поводу задержания председателя района Дубасарь Григория Поличинского. Члены этих политформирований требуют его немедленного освобождения. Григорий Поличинский был задержан накануне сотрудниками антикоррупционной прокуратуры. Григория Поличинского задержали 26 сентября в аэропорту Кишинео. Антикоррупционная прокуратура подозревает его в нанесении значительного ущерба общественным интересам и превышении должностных полномочий, повлекших за собой серьезные последствия. Так говорится в сообщении ведомства. В связи с задержанием Поличинского, который является и членом ПКРМ, партия коммунистов Молдова выступила с заявлением. В нем говорится, что в последнее время Григорий Поличинский подвергался постоянному давлению. Цель этого прессинга состояла в том, чтобы склонить главу района Дубасарь перейти в ряды ДПМ. Его принципиальный отказ сделать это и спровоцировал власть на вероломные действия в отношении нашего товарища, считают молдовские коммунисты. Возмущение по этому поводу выразила и партия социалистов. Задержание главы района Дубасарь ПСРМ рассматривает как акт устрашения местных властей в преддверии парламентских выборов. Григорий Поличинский пользуется доверием жителей своего района и известен своей патриотической позицией. Возглавляя район Дубасарь, он проявил себя как сторонник территориальной целостности Республики Молдова и мирного урегулирования Приднестровского вопроса. Говорится в документе. Давлением на местную власть назвал случившийся исполнительный директор Конгресса местных властей Молдовы Виарил Фурдуй. В ДПМ обвинения со стороны партии коммунистов пока не прокомментировали. Пресс-секретарь политформирования Виталий Гамурарь на звонок корреспондента РТР Молдова не ответил. И снова вернемся к жизни столичной. Начиная с сегодняшнего дня и до 14 октября будет приостановлено дорожное движение по столичной улице Друмул-Виллар на отрезке между улицами Митрополит Гурия Гросу и Нукарилар. Об этом сообщают муниципальные власти. Решение связано с ремонтом теплотрассы на этом участке. В связи с этим движение микроавтобусов номер 186 на данном участке будет организовано следующим образом. С улицы Василия Александрия на шоссе Хэнчешт, улица Друмул-Виллар и далее по установленному маршруту. Обратно с Друмул-Виллар на улицу Докучаева, Георгия Осаки и далее по установленному маршруту. Водители просят соблюдать временные дорожные указатели. Православные верующие отмечают сегодня праздник воздвижения Креста Господня. Это старейший и наиболее важный из православных праздников. В этот день во всех храмах Святой Крест выносится из алтаря для поклонения молящихся. Почитание Креста Господня в традиции молдавского народа. Продолжит выпуск новости в рубрике «Короткой строкой». Румыния перевела Молдове 40 миллионов евро в рамках соглашения о финансовой помощи. Это третий транш кредита, предоставленного нашей стране бухарестским правительством. Общая сумма кредита составляет 150 миллионов евро. В Национальном банке Молдовы отмечают, что средства пойдут на финансирование программ расходов, предусмотренных в госбюджете на 2017 год. Соглашение о финансовой помощи было подписано в молдавской столице 7 октября 2016 года. Кредит выдается на 5 лет под 1,5% годовых. Большое число чиновников в нашей стране сказывается на госбюджете. По данным исследований экспертов Идис Виторл, ежегодно на зарплаты чиновников из бюджета уходит 1,5 миллиона леев. Всего же за последние 14 лет общая сумма затрат составила 20 миллиардов леев. В Идис Виторл рекомендовали правительству ускорить процесс внедрения реформы публичной власти. По их подсчетам, каждый день задержки приводит к потере в 4 миллиона леев. На проведение Дня города столичная мэрия намерена выделить около полумиллиона леев. Бюджет праздничной программы уже утвержден городской администрацией. По данным мэрии, основные события 14 октября будут проходить на площади Великого национального собрания. На сцене перед зрителями выступят молдавские исполнители Михаил Чубано, Зина Ида Жуля и Евгений Дога. Специальным гостем станет румынский артист Штефан Банико-Жуниор. Празденство завершится салютом. Гражданам Молдовы, находящимся на Украине или направляющимся с визитом в соседнюю страну, рекомендовано избегать посещения Винницкой области. Предупреждение поступило от Министерства иностранных дел и европейской интеграции. По данным ведомства, возле города Калиновка произошел пожар на оружейном складе. Граждане Молдовы, находящиеся рядом с этой местностью, которым нужна помощь, могут позвонить на горячую линию посольства Молдовы на Украине. Продолжаем выпуск. Призовое второе место в командном зачете. С таким результатом вернулись молдавские пожарные с международных соревнований по прикладному спорту спасателей, прошедших в Болгарии. Команда, в состав которой вошли сотрудники Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД, успешно выступили в различных видах состязаний чемпионата Купа Одессас. Так, молдавские спасатели завоевали первое место по восхождению по лестнице на четвертый этаж, прохождение стометровой полосы препятствий и комбинированной эстафете. Профильные соревнования прошли на высоком уровне, а участники обменялись опытом в сфере новых технологий и способов тушения пожаров. В соревнованиях в Варне приняло участие семь сборных, которые представили Международные спортивные федерации Болгарии, Чехии, Словакии и Молдовы. А теперь новость для тех, кто любит активно отдыхать и заниматься спортом. 30 сентября в столице состоится традиционный фестиваль «Олимпик Экофест-2017». В его программе спортивные состязания, забеги на дистанции и множество других интересных мероприятий. Подробнее о них рассказали сами организаторы. Организаторы фестиваля «Олимпик Экофест», Национальный олимпийский спортивный комитет Молдовы и Фонд олимпийских чемпионов. Это грандиозное спортивное мероприятие они проводят уже третий год подряд. Это ожидаемое событие и уже традиционное для олимпийского движения для молодежи. Многие участники этого мероприятия – спортсмены, среди них члены команды олимпийских сборных. Принять участие в эко-спортивном фестивале приглашаются все желающие. А проходить в этом году он будет под девизом «Занимайся спортом в чистой окружающей среде». Начнется мероприятие с забега вокруг озера в парке «Валя Морилор», затем состоится открытие регаты. Зрители смогут наблюдать за заездами «Голден Каноэ», академической гребли, а также состязаниями в парусном спорте. И это не все. Будет турнир по бадминтону, будет участвовать пляжный волейбол, турнир проводится по ветеранам, футбол пляжный, теннис пляжный. Участников и гостей Олимпий Кэко-фест ждут также множество других интересных и полезных мероприятий. Состоится фестиваль 30 сентября в столичном парке «Валя Морилор». Таким был сегодняшний день глазами корреспондентов итоговой информационной программы «Вести Молдова». Напомню, что еще больше информации о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно на сайте нашего телеканала rtr.md. Я же Олеся Кайряк на этом с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких и смотрите РТР Молдова. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.